Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Сегодня я хочу вам показать свои вязаные игрушки, работы. До сих пор еще не знаю, как мне правильно их называть. В общем, все то, что я связала на школьную тематику. И первым в кадре вы видите мой школьный рюкзачок. Вот такой вот он смешной. С лямочками, с ручками, с ножками. Это не совсем тот рюкзачок, который можно носить на себе. Но я видела, рукодельницы вяжут вот эти вот лямочки пошире. И ребеночек носит его на своих плечиках. Да, он у меня называется школьный рюкзачок. Хотя по внешнему виду и по выбранной цветовой гамме он не совсем похож на школьный. Мы привыкли, что школьная форма это что-то серое, черное, коричневое. Но я не хотела вязать рюкзачок в таких мрачных цветах. Поэтому он у меня вот такой вот розово-голубой. Связала я этот рюкзачок несколько лет назад. Но девочки-рукодельницы до сих пор очень любят мою игрушечку. И я очень часто вижу их работы на просторах интернета. Большое спасибо тем, кто не забывает указывать автора мастер-класса, то есть меня. Тем самым вы показываете свое уважение ко мне и к моему труду. Я очень вам за это благодарна. Пожалуйста, не забывайте указывать мастеров, по мастер-классам которых вы вязали ту или иную работу. И не важно, что это игрушка, одежда или предмет интерьера. У меня связан еще один рюкзачок. Его покажу чуть-чуть позже. И его я хочу разыграть среди подписчиков своего ютуб-канала и моего инстаграма. Все условия розыгрыша я расскажу чуть-чуть попозже. Ну а пока я покажу рюкзачок со всех сторон. И это не просто красивая, милая игрушка, но еще даже очень функциональная вещь. Как я сказала немного ранее, вот эти вот лямочки чисто декоративные. Но есть кармашек, в который можно вложить вот такие вот небольшие карандашики. Они у меня длиной где-то чуть-чуть меньше 10 сантиметров. Можно вложить какую-то открыточку, сладости, шоколадочку. А вот за эту ручку можно брать и нести рюкзачок. Сбоку тоже есть карманчик. Я здесь вложила ластик. С другой стороны также есть кармашек, в который я тоже положила ластик, только другого цвета. Наш рюкзачок девочка, поэтому на клапане есть вот такой бантик. И маленькая челочка. Мне хотелось как-то украсить клапан сверху. На щечках вот такие вот цветочки. Ротик тоже это кармашек. Можно положить какие-нибудь мелочи, приятности. Вот так вот бантик развязывается. Клапан поднимаем. А внутри можно положить много разной небольшой школьной канцелярии. На моем канале есть видео, где я показываю такой школьный рюкзачок. К сожалению, YouTube отключил звук. Но я там не рассказываю ничего. Только показываю. Видимо, я нарушила авторские права по музыке. Здесь я положила разные закладочки. Блокнотик небольшой вмещается. Ножнички. Листочки для записей. В принципе, туда можно положить все, что угодно. Ну, конечно же, соответствующего размера. И подарить, например, маленькой первоклашке. Можно положить какие-нибудь сладости и подарить, например, выпускнику детского сада. Я думаю, что девчонки особенно оценят такой подарочек. И чтобы клапан не поднимался, когда мы берем за ручку, снова завязываем бантик вокруг носика. Мне нравится вязать игрушки, чтобы они были не только красивые, внешние и эстетичные, но и еще несли какую-то функциональную особенность. Поэтому я не хотела связать просто форму рюкзачка и набить его наполнителем. Я продумала такой момент, чтобы боковинки были плотненькими. И мой рюкзачок держал форму после того, как в него положить разные приятные мелочи. Размер рюкзачка где-то 22-23 сантиметра, если ориентироваться по ручке. И в ширину около 15 сантиметров, если смотреть только по передней части рюкзачка. Если вам понравилась моя работа и вы хотите связать себе, своему малышу или просто кому-нибудь на подарок вот такой рюкзачок, то вы можете приобрести у меня мастер-класс. Он в формате PDF. Кто не знает, что такое PDF, это текст с фотографиями. Это не видеоформат. Приобрести мастер-класс можно в моем магазине на ярмарке мастеров. Или напишите мне в соцсетях, все ссылочки есть у меня под видео. Но обращаю внимание, что я не отвечаю на сообщения тем, у кого закрытый или пустой профиль. Тогда вам лучше обратиться в мой магазин и покупать мастер-класс там. А это второй рюкзачок, который я связала, только уже в другой цветовой гамме. И именно его я хочу разыграть среди вас. Связала его также по своему мастер-классу без изменений, только заменила голубой цвет на вот такой мятный светло-зеленый. Это редкий случай, когда я вяжу свою игрушку просто так второй раз. Я решила разыграть этот рюкзачок среди своих добрых и благодарных подписчиков. И если вдруг ваши детки уже взрослые, я думаю, что вы все равно найдете, кого сделать обладателем вот этого рюкзачка. А возможно, вы захотите оставить его себе. Покажу остальные работы на школьную тему и уже потом расскажу об условиях конкурса. С чего начинается первый учебный день? Конечно же, со школьного звонка на первый урок. Многие из вас уже видели этот колокольчик и, наверное, связали. Поэтому, малышу, у меня бесплатный видео-мастер-класс на канале. Если вдруг вы не видели этот мастер-класс, значит, скорее всего, вы не подписаны на мой канал. Обязательно это сделайте. А ссылочку на него я оставлю под видео. И обязательно свяжите вот такой маленький, миленький колокольчик. Вяжется он очень быстро, за один свободный вечер. Времени до 1 сентября еще много и можно навязать вот таких вот милых колокольчиков и подарить кому-нибудь на 1 сентября. Например, своей учительнице. Я думаю, ей будет очень приятно. Высоту, если смотреть вот так, где-то 16 сантиметров. А это у меня самый первый колокольчик, который я связала. Он где-то 24-25 сантиметра в высоту. Он, конечно, не маленький, но вяжется также очень просто и достаточно быстро. И вот такой колокольчик. Многие называют его колокольчик-гномик. Но и правда, у него мордашка такая похожа на гномика. У него такая хитрая улыбочка, шкодливая, я бы сказала. Но смотрите, какой у него большой шикарный бант с листиками. Ручка у него уже вот такая. Форма напоминает настоящий школьный колокольчик. Украсила я его кружевом. На ножках бантики. Мастер-классы по этим колокольчикам вы также можете приобрести у меня в магазине или в соцсетях в формате PDF. Мастер-классы по этим колокольчикам. Когда показывала колокольчик, спросила, с чего начинается первый учебный день. Конечно же, со звонка будильника. Очень непривычно после летнего отдыха вставать рано и отправляться на учебные будни. Но будильники будильникам рознь. И я предлагаю связать вот такой маленький симпатичный будильничек. Размером в высоту он где-то 11 сантиметров. Мастер-класс вот по этому будильничку. У меня бесплатный. И вы можете найти у меня в профиле Instagram или в группе ВКонтакте. Вяжем игрушки с Еленой Беловой. Также вступайте в мою группу и подписывайтесь на новости, чтобы первыми узнавать, что же новенького у меня связалось. Ссылочка на мой Instagram и на группу ВКонтакте также будет под видео. Заходите в группу. В самом верху будет вкладочка бесплатные мастер-классы. И там найдете не только этот будильничек, но еще и другие мастер-классы моих игрушек. Покажу и вот такой будильничек. Он немножко такой недовольный, невыспанный. Вообще я его вязала не совсем к школьной тематике. Я его связала на новогодних каникулах. Как раз было такое настроение, знаете, когда день с ночью перепутан из-за всех этих новогодних праздников. И, наверное, многие из нас выглядели так, как этот будильничек на утро первого рабочего дня. У него вот такие стрелки, как будто усы. Они не крутятся. Покажу его со всех сторон. Он тоже небольшой, в высоту меньше 15 сантиметров. Вязать его, конечно, чуть-чуть подольше, чем вот такой маленький будильничек. Но зато смотрите, какой интересный, я бы сказала, прикольный подарок получится. Глазки, конечно же, можно оформить по своему усмотрению. Мастер-класс на этот будильничек можно приобрести у меня в магазине и в соцсетях в формате PDF. Покажу вам своего профессора. Вот такой он усатый, седовласый. Если вы учитесь в колледже, в вузе, то можно связать вот такого профессора и подарить своему преподавателю. Высоту профессор у меня получился 24 сантиметра. Одежда у него не снимается, она вязана. Можно развязать и снять только вот этот вот воротничок. Шапочка также пришита к голове, она не снимается. Мой вязаный дяденька хоть и строгий, но очень добродушный. Мастер-класс по этому профессору платный, приобрести можете у меня. Все ссылочки под видео. А это у меня ученый. Он очень серьезный, сосредоточенный в таких вот очках. Очки можно снять с такой взгерошенной прической. Именно так я представляю себе ученых, когда они работают над какой-то новой научной идеей. С галстуком. В кармашке у него есть даже карандашик. А в руках у него пробирка с какой-то гремучей смесью. Сам профессор связан крючком. А халатик с пиццами. Халат можно снять. Вот такой вот дяденька у меня получился. Если так посмотреть, у него такой немножко замученный, усталый вид. Но когда у него успешно заканчивается проект, у него вот такие глаза. Веки можно чуть-чуть приподнять. И у него немножко меняется выражение лица. Также у моего ученого вот такие очки. Такие очки я покупала в рукодельном магазине. Стоили совсем недорого. Покупала изначально не для своего ученого. Просто так была уверена, что обязательно они мне пригодятся. Так и случилось. Мастер-класс по этому ученому платный. И вы можете приобрести его у меня. Связалась у меня также вот такая девочка-школьница. Решила сделать ее рыжеволосой. Хвостики у нее кудряшками. Такая же челочка. Бантики также связаны. Она у меня уже в школьной форме. Фартук. Фартук расстегивается и снимается. Черные туфельки, гольфики и вот такие панталончики. В одной ручке она держит школьный колокольчик. Он снимается. А в другой школьный букварик. Этот букварик сделала моя дочка. Она тогда увлекалась разными самодельными блокнотами. И сделала для меня вот такую маленькую книжечку. С буковками. В интернете нашла картинку обложки букваря. Уменьшила ее. Распечатала и приклеила к своей маленькой книжечке. Но какая же первоклассница без букваря. Куколка в высоту где-то 25 сантиметров. Вот такая она смешная, лопоухая девчонка у меня получилась. В ручки я вставила проволоку. Потому что иначе бы она не смогла держать колокольчик и свой букварь. Вяжется куколка не сложно. Но все-таки если вы плохо владеете крючком, у вас мало опыта в вязании игрушек, то возможно вам этот мастер-класс будет немного сложноват. Мастер-класс по этой куколке школьницы платный. И вы можете приобрести его у меня. А это тоже школьники, только немножко необычные. Это школьные карандаши. Связала мальчика-школьника и девочку-школьницу. Вот такой лопоухий мальчишка. Карманчик у него карандашик. Портфельчик. Он не расстегивается, но снимается. Вот так он выглядит сзади. И его одноклассница. Вот такая смешная девчонка с кудряшками и бантиками. Конечно же у нее есть фартук. Он не снимается, пришит. Портфельчик. Его можно снять с пальчиков. Вот такие туфельки. Белые гольфики. Воротничок. Все как положено. Выбрала более такие школьные цвета. Коричневый и синий. Высота каждого карандашика где-то 22 сантиметра. Мастер-класс по этим карандашикам-школьникам можно приобрести у меня. Есть желание связать, обращайтесь ко мне в магазин на ярмарке мастеров или в мои соцсети. Мастер-класс также в формате PDF. Также у меня связаны и вот такие цветные карандаши. Карандашики мальчишки-хулиганы. Я решила тоже отнести их к школьной тематике. Зеленый карандаш у меня спортсмен с мячиком в кепке. А голубой карандашик более такой пижонистый в жилеточке и с бабочкой. Но с таким смешным носом. Карандашики в высоту где-то 22-23 сантиметра. Мастер-класс на эти карандашики у меня бесплатный. Вы можете найти его в моем профиле Instagram или в группе ВКонтакте. Покажу еще вот эти два карандашика. Один желтый, вот такой вот с носками в заплатку. И вот такой белый карандаш. Он у меня волшебник. Если вы смотрели видео о моих книгах, я показывала их там. Мастер-классы на эти карандашики вошли в одну из моих книг. Многие мне пишут, спрашивают, где можно приобрести мои книги. К сожалению, сейчас их трудно найти. Были опубликованы они давно, еще в 12-13 годах. И, к сожалению, тираж был небольшой. Поэтому, возможно, сейчас их уже нет в продаже. Но если вы хотите связать вот эти карандашики, то вы можете написать мне в личном сообщении. Высота карандашиков также где-то 21-22 сантиметра. У этого карандашика вот такая шапочка снимается. Он мне чем-то напоминает Старца Фура. Если вы смотрите игру Форт Бояр, то помните там такого Старца Фура. Вот мне мой карандаш-волшебник чем-то его напоминает. Покажу, покручу и вот этот желтый карандашик. Вообще, у меня была идея связать такие карандашики в разных цветах. Но, к сожалению, эти карандашики связала я довольно давно. И вот сейчас смотрю, что вышивала ротик вот такой толстой ниточкой. Сейчас я вышиваю более тонкой ниточкой. И всем советую вот так не делать. Смотрится немножко грубовато. Лучше взять ниточку потоньше. На сегодняшний день это все мои работы на школьную тематику. Уверена, будут и другие работы, но попозже. А сейчас я расскажу про условия конкурса розыгрыша, призом которого будет вот этот рюкзачок. Внимание! Розыгрыш провожу только среди тех, кто проживает на территории России. Посылочку буду отправлять за свой счет. А вот и условия. Первое. Быть подписчиком моего YouTube-канала и моего профиля Instagram. Ссылочка под видео. Второе. Написать положительный комментарий под этим видео. К примеру. Какая из данных работ вам понравилась больше всего? Или что-нибудь другое на свое усмотрение. Также напишите, что вы участвуете в конкурсе. И укажите свой Instagram. Предупреждаю, если у вас закрытый или пустой профиль Instagram, то вы не можете участвовать в моем розыгрыше. Ну и третье. Поставить пальчик вверх этому видео. Вам не сложно, а мне будет приятно. А выбирать победителя буду случайным образом с помощью специальной программы. Как и в прошлый раз, когда я разыгрывала свою улиточку. Программа произвольно выбирает комментарий, проверяет подписку и все прочее. При этом обращаю внимание, что программа не сможет проверить подписку на мой канал, если все подписки будут у вас скрыты. Поэтому не забудьте проверить настройки своего профиля YouTube накануне розыгрыша. Розыгрыш уже начинается и продлится до 20 августа этого года. Включительно. Определится победитель 21 августа среди тех, кто выполнит все условия розыгрыша. Очень хочу, чтобы мой подарочек добрался до своего нового обладателя до 1 сентября. Если вдруг у вас нет профиля в Instagram, не расстраивайтесь, ведь это дело пяти минут. Регистрируйтесь, обживайте свою страничку, заводите друзей, заполняйте профиль своими фотографиями и не забывайте про подписку на мой профиль Instagram. До 20 августа время еще есть. Всем желаю удачи! Увидимся с вами совсем скоро! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!